Премьер-министр Армении Никол Пашинян пошел ва-банк, ему нечего терять, и он будет обострять ситуацию до последнего. Как передает канал Транатиса ссылка на армянские СМИ, об этом во вторник заявил медиаэксперт Тигран Кочарян. По его мнению, ситуация вокруг заявления главы генштаба у Ника Гаспаряна остается непонятной. Если он сделал заявление с требованием отставки Пашиняна, то должен и совершить определенные шаги. Как отметил армянский эксперт, изначально являлся спорным вопросом, кто является верховным главнокомандующим в стране, поскольку по Конституции Пемьер становится главнокомандующим только в военный период, а Армении войну никто не объявлял. Гаспарян должен был предпринять определенные шаги уже на третий день войны, когда предупредил Пашиняна о проблемах и необходимости поиска решения дипломатическим путем, либо остановить войну в октябре, когда Россия предлагала остановить военные действия, и вопрос Шуши еще не стоял. Он должен был задержать Николу Пашиняна или сделать это 9 ноября 2020 года после подписания заявления, сказал Кочарян. Как считает медиаэксперт, Пашинян не простит этого заявления Гаспаряну и подписавшимся под ним остальным 40 военнослужащим. Их ожидает тюрьма, поскольку он никому не прощает нанесенных ему оскорблений. По его словам, Пашиняну осталось окончательно сломить всего несколько структур в стране, в их числе армия, если он сломит генштаб и включит их в Минобороны. Уже ослабляется СНБ и остается судебная система, которую активно постараются расшатать. Кочарян считает, что несмотря на сложившуюся в стране полную апатию и сломленный дух, есть определенная возможность противодействия, которая внушает надежду, но без геополитических игр из данной ситуации будет очень сложно выйти. При этом он отметил, что Москва также должна понимать, что если армянская армия будет сломлена, то России как военному союзнику больше здесь делать не будет нечего. Армия фактически проиграла на внешней борьбе и снова проигрывает на внутренней арене, что говорит о наличии проблем в вооруженных силах и о необходимости изменений. У военных было время, но они не предприняли никаких шагов, сказал Кочарян.